Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина. Сегодня мы вновь пообщаемся с Надеждой Максимовой, депутатом Государственной Думы. Здравствуйте, Надежда Сергеевна. Завтра вы буквально будете принимать участие в сессии Верховного Совета, где планируется внести в бюджет изменения, в бюджет Хакасии. Скажите, какие это будут изменения? Ну, изменения в основном этого закона о бюджете связаны с дополнительным финансированием строительства жилья в основном и восстановлением некоторых объектов социальной сферы. Двух школ, двух фапов и так далее. Это более 3 миллиардов рублей, которые с федерального бюджета перечислены в бюджет Республики Хакасии на выполнение вот этих строительных работ. Ну, какая-то сумма уже получена республикой, какая-то сумма, и на что эти деньги будут потрачены? Я уже об этом говорю, что 3 миллиарда 123 миллиона рублей получено. Из них около 3 миллиардов рублей пойдет как раз на восстановление строительства или капитальный ремонт жилья жилого фонда. В основном это, конечно, индивидуальная будет застройка, а частичное и муниципальное жилье. И некоторые суммы, 121 миллион рублей, будут направляться на строительство школ, и 12 миллионов – это на строительство и восстановление фапов по школам. Ну, достаточно большая была проведена работа по, так сказать, выбиванию этих денег. Ну, в принципе, когда случается чрезвычайная ситуация в нашей стране, то законодательно отрегулировано, на какие цели и на какие позиции направляются средства из резервного фонда правительства. В нашем случае задействован еще антикризисный фонд, который создан был в 2014 году с переходом на 2015 год в результате тех санкционных явлений, которые были проведены по отношению России, и, соответственно, ответные позиции были и России приняты. И поэтому из этого антикризисного фонда определенные суммы, в том числе на выплаты пострадавшим первых пособий, это 10 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, они были именно выплачены из этого фонда. 689 миллионов рублей поступили в бюджет, но это было 24 апреля, эти суммы уже учтены были в тех поправках, которые уже вносились в наш республиканский бюджет. Уже стало известно, на каких условиях республика получает эти деньги? Очень боялись, что нам придется их возвращать со времени? Нет, это получают как иные трансферты, то есть это будут ресурсы, которые используются республикой на строительство, и возврату в федеральный бюджет они не подлежат. Это, конечно, значительная поддержка, это не бюджетные кредиты, которые подлежат возврату, это ресурсы, которые можно использовать и просто их зафиксировать в бюджете, не увеличивая при этом дефицит бюджета. А произошедшие пожары, они серьезно повлияют на нашу финансовую стабильность нашего региона? Ну, конечно, в определенной степени повлияют. С одной стороны, все-таки есть строительные организации, которые получают достаточно большой объем работы. С другой стороны, безусловно, это в частности по личным подсобным хозяйствам все-таки нанесен большой удар и ущерб. И сейчас дополнительные ресурсы потребуются, помимо тех, которые из федерального бюджета выделяются, потребуются, конечно, из республиканского бюджета. Это в какой-то части, по крайней мере, наше правительство, наш Верховный совет будут эти вопросы рассматривать. Каким образом можно помочь тем жителям, которые, ну вы знаете, что возмещают, если есть жилье какое-то, то уже потом потерянное жилье не возмещается. Вот эта позиция будет решаться. Принято решение уже о том, что вновь в строящихся домах создаются такие подвальные помещения, где можно размещать продукцию сельского хозяйства. Это тоже дополнительные затраты к тем, которые выделяются и учтены в ресурсах из федерального бюджета. Значит, здесь тоже нужны дополнительные ресурсы. Где-то могут принять участие сами жители, а где-то это все-таки будут средства нашего, наверное, республиканского бюджета или местных бюджетов. Помощь оказывается населению сейчас, когда проводятся пассивные работы, сельхозработы выполняются. В этом отношении техника сейчас задумывается о том, каким образом помочь техникой, каким образом помочь заготовить корма для скота и так далее. То есть эти все вопросы, которые нужно будет решать в пределах нашего республиканского бюджета. И, конечно, в этом плане определенные расходы, может быть, придется и подсократить в другого плана, а вот именно помочь нашим жителям сейчас, вот в этой ситуации, мало того, что создать как бы и крышу над головой, но в то же время заниматься своим и подсобным хозяйством, и выращиванием сельхозтоваропродукции для того, чтобы достойно пройти летний сезон и сделать заготовки на осенне-зимний период. Но вы были уже в пострадавших районах, где идет восстановление, как вот вам этот процесс. Уложимся в сроки? Строители, во всяком случае, дают обещание в эти сроки уложиться. И я думаю, что они заинтересованы в наращивании объемов, потому что главе республики Виктору Михайловичу Зимину удалось на федеральном уровне договориться о достаточно высокой стоимости квадратного метра жилья, ну, то есть соответствующим нашим условиям, соответственно. То есть это даст возможность строителям работать без убытков, а это, конечно, будет стимулировать их, наращивать объемы. Сроки установлены, у нас работает постоянный оперативный штаб, который следит в республике за всеми процессами, которые происходят буквально в каждой территории. И министерства соответствующие закреплены за ними. Каждый министр смотрит, как выполняется. Например, в Краснополе с нами вместе был министр здравоохранения. И действительно оказывает министерство помощь, особенно юридическую, правовую поддержку населению, которые вынуждены обращаться со своими проблемами в суды, предположим. И сроки установлены, то есть если это порядка 20 домов строится, то это до 20 июня эти сроки, 50 домов до 20 июля. И если больший объем строится, как в Шире, например, то это до 20 августа. А в принципе задача поставлена президентом до 1 сентября работы сдать. И наши глава, и правительство, и соответствующие строительные организации, они нацелены на то, чтобы такую задачу выполнить. Сейчас подготовлены участки для строительства 543 жилых домов. Но, конечно, задача перед местными органами власти стоит продолжать выделять участки соответствующие, потому что все-таки более тысячи домов нужно построить. Поэтому эта задача для них первоочередная. И, конечно, задача стоит перед судебными органами, у которых много заявлений лежит, которые надо рассмотреть для того, чтобы можно было тоже приступить к строительству, в установленные сроки сдать этим людям, за которыми будут права закреплены на приобретение или строительство дома, чтобы можно было их тоже обеспечить своевременно в установленной сроке жильем. Ну все, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!